здравствуйте мои дорогие рукодельницы меня зовут лариса вы на канале бесконечно захватывающий быт только я решила переключиться на простой петчворк чтобы показывать всякие простые блоки потому что давно уже не занималась чем-то таким вот и не резала не сшивала и очень хочется опять откатиться немножко назад и окунуться в это все интересное и вспомнила что у меня есть задолженность по ручкам что такое задолженность просто когда я делаю мастер-класс по вот этой сумке как я делаю ручки отдельно не показывала обещала сделать отдельный мастер-класс и вот как раз про него вспомнила поэтому сегодня мастер-класс будет посвящен именно созданию когда я шила сумку у меня стал вопрос изготовления ручек покупать готовые я не хотела потому что мне как-то визуально они не ложатся на сумку которая стеганая вот и покупные ручки они смотрелись бы ну как что-то не знаю инородная поэтому я решила сделать ручки сама посмотрев несколько тоже мастер-классов у девочек и взяв себе на вооружение какие-то моменты у меня получились вот такие вот ручки ручки наборные то есть ткань присутствует основная которая в сумке и дополнительно тоже из закантовочной вот этой вот ткани такая вот наборная ручка очень красивая визуально и универсальная скажем так модель которую можно применять в любых сумках вот за счет вот этих вот вставышей вы можете к любой сумке подобрать то есть объединив вот эти вставыши взять такую же ткань подобрать к любой сумке сделать ручку делаются они очень просто я вам сейчас все вот у меня лежит комплект который необходим для изготовления двух ручек это непосредственно сама ткань у меня двух видов и наполнитель в виде кабеля эту часть мы можем как использовать так и не использовать не нужен он в том случае если вы хотите сделать какие-то мягкие нефиксированные ручки если же она нужна вот такая вот прямо жестенько определенной формы то вот такой наполнитель кабель или бывает советуют что антенные всякие кабели то есть какой-то такой вот прочный наполнитель в виде какого-то строительного элемента да мы же все любим рукодельницы по строительным магазинам ходить и что-нибудь там покупать ну вот он как раз и пригодится ткани для будущей ручки у меня приготовлены плотные эта ткань дак это легда но это не важно у вас свои ткани и теперь я буду собирать детали для дальнейшей работы объединять эти ткани между собой здесь у меня 25 сантиметров длина ткани эти кусочки по 15 их я как видите выкроила немножко пошире у меня есть такой глюк когда я выкраиваю побольше но это специально потому что вот если я их сделаю одинаковой ширины когда я сошью они обязательно будут или сюда или сюда не знаю почему у меня такая криворукость поэтому я делаю одну детальку побольше и потом ее выровняю уже по по факту то есть сейчас я прошью с одной стороны с припуском 06 а вторую детальку с противоположной стороны также с припуском 06 и отверну эти детали вот я соединила детали между собой и теперь швы я не разутюживаю а заутюживаю внутрь вот так детальки а с лицевой стороны нужно будет проложить строчку поверх можно декоративную можно просто прямую строчку прямо в краешек это позволит нам еще раз дополнительно скрепить вот эти вот слои ткани и ручка будет крепче то есть с двух сторон нужно проложить еще строчки вот мои две детали готовы и теперь я пойду и выровняю их по краям чтобы меня получилось уже ровненькие заготовки вот такие у меня получились сборные заготовочки видите да с этой стороны все в одну сторону пришита плотненько это позволяет быть ручки покрепче вот эти места соединения для работы я взяла нитки в том поэтому практически шва незаметно и таким образом у меня получилось полоска 53 на 10 сантиметров к размерам не привязываемся это все мои как бы размеры тут наверное важно вот это вот ширина 10 сантиметров она будет всегда у всех ручек одинаковая а там длина это уже по вашим потребностям что мы делаем теперь теперь мы должны сложить эту полоску внутрь лицевой стороной тщательно совместив срезы можно немножко утюжком прижать так как ткань плотная чтобы она у нас не разъезжалась и держала форму вот я немножко приутюжила детальки чтобы удобнее было работать и сейчас нужно сделать разметку еще раз говорю внутрь лицевой стороной складываем четко пополам и теперь с каждой стороны при помощи какого-то ну вот у меня такой вот колпачок какого-то косметического средства нужно сделать разметку причем разметку вот это закругление делаем ставим наш маркер наше лекало ближе к сгибу ткани то есть вот здесь у нас открыт срез здесь сгиб поэтому сюда к цельной части как бы нашей детали поближе придвигаем наш вот этот колпачок и делаем разметочку с одной стороны видите да то есть тут у нас пойдет как раз строчка продлится и точно так же с другой стороны на одной детальки и на другой соответственно выровнять их нужно чтобы все было одинаково чтобы у нас не получилось ручка одна короче чем другая вот разметочки закругление с одной стороны и с другой теперь наша задача прошить эту ручку начинаем отсюда идем до центра оставляем промежуток и прошиваем вторую часть то есть мы должны оставить место для выворачивания после того как я проложила строчку я беру ножницы зигзаг и аккуратненько по краю в 3 там 4 миллиметров от строчки отрезаю все лишнее когда я использую ножницы зигзаг не нет необходимости дополнительно делать такие насечки как вот иногда если нет ножниц то нужно обрезать и вот так насечки по кругу сделать с ножницами зигзаг такой необходимости нет но если у вас они отсутствуют то тогда ножницами делаем насечки по этому краешку с одной стороны и с другой и теперь через место которое мы оставили нужно деталь вывернуть на лицевую сторону вот такие детальки получаются и сейчас я пойду к утюгу проглажу эту деталь место для выворачивания при этом тоже так вот при утюжи чтобы она внутри было и дальше уже покажу что делаем вот мои две заготовки ручки я прогладила их утюгом на этом же этапе еще раз проверим что у нас детали абсолютно одинаковое чтобы не получилось так что ручка одна будет короче другой место открытое пока открытое которое только сформированы вот такие вот как бы при пуске до внутрь и сейчас следующий этап это нужно по всему периметру без разрыва проложить строчку по краю в один миллиметр как бы от края делаем строчку можно декоративную какую хотите я просто прямой строчкой пройдусь при этом у меня автоматически вот это открытое место она закроется даже ленточки получаются прошитые отдельно хочу сказать про то что когда шьем ручки и вообще сумки плотность ткани и толщина вот этих всех швов она очень большая поэтому используем иголку хорошую я взяла для джинсовой ткани 90 номер нормально и аккуратненько вот эти места особенно где утолщение проходите на маленькой скорости ни в коем случае не гоните машину потому что ну беречь надо наших помощниц швейных чтобы не любых там ничего не произошло ну и практически уже заключительный этап что мы делаем с этими ленточками теперь мы должны сформировать из них для наполнения саму непосредственно ручку для этого на расстоянии ну примерно какое сейчас возьмем ли моя линейка какая-нибудь на расстоянии допустим 6 сантиметров от края вот здесь делаем сгиб формируем такой вот лепесточек 6 сантиметров и делаем закрепочку здесь иголочкой с одной стороны и точно также с другой стороны отмеряем 6 сантиметров видите говорю на глаз вот беру 6 можно 7 может быть не знаю там 10 то есть какой вы хотите вот этот вот лепесточек хотите его побольше но сделать его здесь закрепку да он будет это более развернутый хотите здесь поменьше значит вот я хочу 6 например сантиметров и вот формирую вот так вот эти лепесточки фиксирую их булавочкой чисто так чтобы понять визуально и теперь моя задача проложить строчку вот такую длинную совмещая два края и точно также попадая в предыдущую проложенную строчку которую я только что делала вот здесь тем более нужно будет аккуратно потому что представляете какая толщина может быть тут даже руками следует прошить потому что ткань очень плотная и таким образом соединяю между вот этими своими иголочками после того как все прошито с оставленными вот этими ушками с двух сторон проложена строчка здесь у меня получилось и на машинке и на руках потому что вот эти места очень толстые и там где не берет машинка естественно приходится шить вручную ну и жалко машинку портить и получается вот такая вот ручка давайте я вам ее вот так разверну вы увидите что это практически уже готовая ручка можно ее пришивать к сумке и это будет мягкая ручка без какой-то там определенной зафиксированной формы если же нам нужна ручка пожестче тогда вот в эти вот оставленные не зашитые отверстия мы поместим кабель протолкнем его и потом зашьем вот эти места и у нас получится ручка уже вот такой вот формы такая вот жестенькая ручка здесь тоже зашито все чтобы не выпадал этот кабель там и когда ручка отвернута что ничего у нас не было видно и таким образом одним способом мы можем получить жесткую ручку с такой вот формы жесткой ручки и мягкую ручку которая тоже может использоваться на любых сумках там на шоперах или еще на чем-то вот такой у меня сегодня был мастер-класс еще дополнительно хочу сказать что совсем не обязательно делать эти ручки вот такие наборные вы можете взять деталь одной из одной ткани и собрать ее минуя вот этот этап сшивания соединения вот этих вот цветовых кончиков да этих но просто этот способ удобен тем что при помощи вот таких надставочек можно подружить ручку с любой сумкой берем ткань которая участвует в сумке сделаем из нее вот эти окончания ручки и у нас будет все как бы завершено ну вот такая у меня была сегодня работа надеюсь она вам пригодится ничего сложного нет и можно практически сэкономив хорошую сумму денег сделать ручки для любой практические сумки как мягкий вариант так и более жесткий надеюсь что вам информация была полезна обязательно оставайтесь на канале и напоминаю что у меня есть еще канал в телеграм есть канал на дзен есть канал вконтакте ну и естественно youtube везде вы можете найти себе ту площадку где вам интереснее смотреть мои мастериалы и мастер-классы всем хорошего настроения успешного творчества с вами была лариса до следующего видео да 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 Субтитры создавал DimaTorzok